Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и сегодня я хочу рассказать о покупочках моему малышу. Ну так, чтобы я не просто рассказывала о покупках просто, что я купила, потому что я купила очень много, я решила с вами поделиться теми вещами, которые я купила для малыша, которые были полезны или которые были не полезны, для того, чтобы вы, если вам нужна эта информация, чтобы она была вам... чтобы она была вам полезной. В общем, хочу, чтобы это видео было для вас полезным, чтобы вы сразу понимали, на что лучше потратить деньги, а на что не потратить. Понятно, что все это индивидуально, но вот я хочу свой опыт рассказать, может быть, кому-то он тоже пригодится. Итак, давайте начнем с памперсов, что касается памперсов. Для начала я купила просто обычные памперсы, и вы знаете, они мне понравились, потому что они сами по себе мягкие. Вот такие вот памперс New Baby Dry. Но в них минус, что нет индикатора, что там пописал, сколько он там это все сделал, да, чтобы расстегнуть и посмотреть, это очень удобно. Здесь нет, здесь нужно вот пробовать на ощупь, но они достаточно мягенькие. После этого мы купили, потому что этих не было, мы купили вот такие вот хагисы. Они уже с индикатором идут, вот такие вот хагисы Elite Soft. И мне они понравились, но у них есть небольшой минус, как мне кажется, потому что когда маленького мы вывозим, они как бы маленькие, аккуратненькие, у них резиночка сзади. И я очень переживаю каждый раз, когда я малого привожу с прогулки и смотрю, что эта резиночка отпечатывается. То есть она, получается, давит ему где-то вот, в общем, понимаете, да, когда мы, например, наденем что-нибудь, а потом следы у нас такие глубокие остаются. Хотя я не затягиваю сильно, да, то есть обыкновенно, но немножечко не нравятся мне эти полоски. А так они легкие, дышащие, ну как бы хорошие, неплохие, миниатюрные, то есть не торчат в разные стороны, прям по попочке садятся. И от них нет раздражения и ничего такого. Вообще всеми памперсами, которые я пользовалась, не было никакого раздражения. Пока вот такая история, да, мы купили вот такие памперсы, это из набора, то есть это премиум уже памперсы. Не из набора, а из большого комплекта такого, да, мы их купили по скидке в детском мире. И сначала они мне не понравились, после этих, потому что они какие-то, какие-то вроде как бумажные, что ли, ну что-то не такие мягкие, как вот эти памперсы, да. Но потом, когда мы снова перешли на эти памперсы, я вот купила себе, еще даже те не закончились и те, то есть у меня все по настроению, одеваемые памперсы, смотря что мы делаем там, да. В общем, начало появляться раздражение, и вот я не пойму, что это такое. Либо вот эти памперсы, как только купили, сразу появилось. Ну вот я сейчас перестала ими пользоваться пока, сейчас посмотрю, и чем же я спасаюсь от раздражения, это сразу же Бюбхен. Я вам показывала вот этот крем, который я купила вообще себе для лица, еще когда была беременная. Ну, он как раз под памперсы, он очень плотненький, мажется, но вот мы только мажем один день и посмотрим, что произойдет. Ну, вообще, я хорошая, хорошая вот эта фирма, ее мне рекомендовала моя подружка, у которой было раздражение на все-все-все, и ее спасало только вот этот крем. Так что для ребенка, я думаю, отлично будет. Дальше у нас проблема с сосками. Мой ребенок не берет соски вообще, то есть, я не знаю, у меня куча этих сосок, то есть, я купила соски сначала, вот такие мне советовали, обычные вот такие латексные соски, чтобы они были круглые. Ну, во всяком случае, моя племянница такие только берет. Я взяла. Нет, не берет. Две такие соски взяла. Потом я брала соску, кстати, вот эту вообще не рекомендую соску никому, если кто-то увидит. Это вот эта фирма, она А, я не помню, кто помнит, напишите. В общем, они даже не скошенные, видите, они какие-то с прикусом, но она для ребенка достаточно тяжелая, и это он вообще выплевывает, вообще. То есть, если, допустим, какую-то латексную, он может еще чуть-чуть пожевать, даже вот эту, да, он может чуть-чуть пожевать, еще потом выплюнуть, то вот эту он выкидывает сразу, вообще. Ни секунды не хочет ее жевать. Потом купила еще и в этом, блин, как же называется эта фирма? Как же она называется? Ава, Авиэнто. Авиэнто, по-моему, да? Авиэнто. Авиэнто. Вот такая, кстати, она очень удобная, с крышечкой, но он тоже ее особо не ест. Ну, хотя, знаете, если там задурить ему мозги, отвлечь, да, намазать, кстати, с помизаном очень помогает. И с помизанчиком намазал, да, и он, о, и обманули, обманули. Ну, здесь с крышечкой, очень удобно. Но все-таки мне советовали для ребенка взять со срезом. Я взяла соску со срезом. Эта фирма какая-то сказка. Вот. Я взяла латексную. И взяла, видите, поменьше. Кстати, все соски эти от нуля, то есть они все предназначены для малышей. А здесь она вообще вот такая вот маленькая, вот такая вот симпатичная. Но еще я ему не давала ее. В общем, посмотрим. Должен взять. Если не возьмет, буду искать. И я бы хотела, чтобы вы написали в комментариях, да. Это видео будет полезно не только для вас, но и для меня. Напишите, вот если у вас есть опыт с детишками, какие соски они у вас брали. И как вы подбирали соски. И вообще сколько сосок у вас в итоге. У меня уже куча сосок. Стоят они немало. Ну, какие-то там может быть 700 рублей. А какие-то 350 и 500, понимаете. Поэтому с этим моментом как-то не знаю даже. А, вот еще соска тоже. Кстати, вот взяли вот такой вот. Вот. Вот это он более-менее сосал сосочку. Но она латексная и круглая. Дольше всех ее сосал. Вот эту и вот эту. Которую я вам говорила, с крышкой полоска. Она такая. Авент. Авент. Вот, кстати, прикольная. Раз, положили. Мы тут соску. Вытаскаем с собой. Но с крышечкой удобнее. Прицепили и закрыли. Ой, а также сразу я купила ножнички ему вот такими закруглюшечками. Подстригла ногти, как только мы приехали с роддома домой. Потому что у него были такие длинные ногти. У них вообще так быстро растут. Я уже два раза подстригала ногти за сколько? Две недели, наверное. Что еще я хотела вам сказать? А, костюмчики. Да, я очень хотела сказать, что самые классные костюмчики. Мы набрали очень много одежды, на самом деле. Но ее почти все не носим, потому что самые классные костюмчики и удобные. Это вот такие костюмчики. Купила, кстати, вот эти вот в Ашане. Самые дешевые. Они там по 300 рублей с чем-то. И так как их нужно много, и хочется менять их постоянно, ну по 300 рублей набрали там 5-6, сколько у нас, 7-8 уже штук этих, я не знаю. Короче, вот. Они расстегиваются вот здесь на ножках, вот здесь. То есть вы просто кладете ребенка на него и застегиваете. И очень удобно, когда вдруг закапризничал малыш. Вы просто расстегиваете пару пуговичек и смотрите. Вот здесь, да? Растегиваете. Ну, кнопочки здесь. И смотрите, что там написал, не написал на памперс. На индикатор памперса. Очень удобно. Вот. Ну, короче, вот такие. Такие вот отличные костюмчики. А, обязательно, да, что они с рукавичкой, потому что ребенок сейчас царапает вообще. Он уже всем поцарапал. Думаю, буду смотреть на ребенка, скажет, что мать делает с ребенком. Активный малыш. В общем, да, с ножками и с рукавичками. Очень важно. И все мы пока это берем. Потому что отдельно рукавички он снимает. Носки он снимает. Так что вот такие вот самые классные. Вот такой же у нас есть осенний. Это, в котором мы сейчас ходим, гуляем, да? Он точно так же расстегивается. И тоже очень удобно. Вот, с ним. Но они очень жаркие. Сразу вас предупреждаю. Может быть, даже если в машине. Вот мы все время в машине. Для нас очень жарко. То есть я его одеваю, выношу. И уже в машине я его раздеваю. Он как дома ходит. Вот в таком костюмчике. Ходит. Но он еще не ходит, конечно. Но, в общем, гуляет. Еще мы купили в Мазерка. Кстати, очень много где прошли. И цены просто опаснословные на зимние комбинезоны детские. Трансформеры и так далее. Есть красивые. Но цены такие 7 тысяч, 8, 10. В общем. Мы зашли в Мазерка. И нашли вот такой зимний костюмчик. Так как он тоже у меня будет все время в машине. То есть он внутри сделан из такого же материала, что и вот этот вот осенний. Такой же. Сверху у нас идет вот такая вот штука с капюшоном. То есть утепленный. Зима, да. И здесь внизу идет трансформер. То есть его можно сделать как то, что я хотела. Чтобы он был мешочком. Чтобы ножки там были целиком у него. Но и когда он подрастет, можно будет вот это просто снять и сделать вот это ножками. Вот такими вот. И уже он просунет ножки. И что хорошо, что здесь тоже есть рукавички, куда спрятать ручки. И расстегивается все впереди. В общем, очень быстро и оперативно можно одеть ребенка. Почему костюмчик вот этот замечательный? Потому что я не знаю, каким волшебным образом нас, наша, ну не акушерка, кто там вот нас на выписку выводил. Как она одела его в одеяло, я не знаю. Потому что после этого каждый раз, когда я выходила гулять, я не собиралась костюм такой покупать. Как бы может потом, когда подрастет. Но мы его пытались в одеяло засунуть. Как он кричит просто. Ему одеяло не нравится. Как только мы купили костюм, все. Мы спокойненько выходим на улицу. И нам тепло и замечательно. А в одеяле просто он такой большой. Его неудобно закутать. И он сразу кричит, плачет. Ему вообще ничего не нравится, короче. Вот. Ну, в принципе, наверное, вот что я хотела для ребеночка сказать. Кстати, вот такую погремушечку, самую простую купили. Он еще вообще особо не смотрит никуда. Но это очень спасает, когда, допустим, я не успеваю уже что-то там поделать. Покушать или попить чай. И мама берет просто дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь погремушечка. Он отвлекается там. То есть минут пять можно себе, в общем-то, выкроить этой погремушечкой. Вот. Ну и сосочка. Сосочки вообще, девчонки, это очень спасает, блин. Мне нужно найти соску, которую он полюбит. И для того, чтобы реально просто много времени сэкономить. Просто отдохнуть, хотя бы посмотреть телевизор. Потому что постоянно он требует внимания, постоянно он что-то хочет. Постоянно вот уже вот такая вот активность себе пошла. Ну, в общем. А, ну и очень удобные вот такие штучки, да. Ну, это вы сами, наверное, знаете. Прицепил, чтобы соска не терялась. Короче, у меня две штуки такие я купила. В принципе, все. Вот эти вот моменты все, которые я хотела сказать вам. А, и еще пеленки. Пеленки я тоже накупила. Короче, кучу трикотажных пеленок. Вообще трикотажные пеленки не советую. В них ребенка заворачивать неудобно. Они тянутся. Он вытаскивает руки. Но мы в пеленке и не заворачивали. Только поначалу. Первые, может быть, пять дней. Самые лучшие пеленки это фланелевые пеленочки. Потому что ими хорошо после купания. Вместо одеяльца там, допустим, укрыть. Да, если в доме жарко. У нас, например, жарко. И обычные... Из чего это? И обычные хбшные по ГОСТу как-то вот говорят, да, пеленки. Вот они тоже, они вообще тоже на все. То есть они постоянно пригождаются. Их нужно достаточно много пеленочек. Я не знаю, у меня пять фланелевых. И где-то пять или шесть хбшных по ГОСТу. Еще есть трикотажные. Но они, так как они мне особо не пригождаются, я их использую. Просто складываю и как подушечка делаю ребенку. Потому что первое время спить на подушке. Ой, не на подушке, а на пеленочке сложной. Вот и все, в принципе, что я хотела вам сказать. Вот такие полезные дела, которые нам пригождаются сейчас. Вот. А, и еще хотела сказать, что... Ну, я еще буду показывать, наверное. Буду пробовать вот такой пояс. Сегодня его купила. Но так как у меня был до этого пояс какой-то, он, короче, с липучками. Он очень вообще неудобный. Я вам покажу, кстати, сравню потом. Ну, короче, вот такой пояс купила. Он без ничего, без липучек. Я его буду одевать просто и носить. Такой вот беженький. Как он? С моим телом схож, да? Буду думать, что это моё пузико торчит. Если мачка короткая будет. Ладно, мои хорошие. Я надеюсь, видео было полезным и интересным для вас. Если так, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. Что вы хотите, чтобы я для вас сняла? О малыше обязательно сниму. Пишите все в комментариях. И скоро выйдет видео вопрос-ответ о моей беременности. Очень много вопросов. Там я на все вопросы отвечу. Ну, и также будет видео, где я отвечу на остальные вопросы. Если получится, все в одном видео снимем. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok